Белые халаты и неравнодушные сердца в актовом зале УКБ собрались лучшие представители профессии. Врачи и медицинские сестры, именно им мы вручаем свое здоровье и жизнь. Поздравить рязанских медиков с профессиональным праздником пришел министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он поблагодарил каждого за работу и отметил, что дел в будущем предстоит много. Традиционно день медицинского работника отмечается в 3 воскресенье июня. Появился этот праздник сравнительно недавно, в 1980 году. Крупнейшей больницей нашего региона по праву считается УКБ. 56 подразделений, более 900 койк круглосуточно. Здесь работает почти 700 человек среднего медицинского персонала. 324 врача, инновационное оборудование и новые отделения. Это результат работы за последний год. Сейчас полным ходом идет ремонт в четырех отделениях. В общем, сделано очень много. Но, по словам главного врача Дмитрия Хубезова, предстоит сделать еще больше. В ближайших планах открытие кардиохирургического отделения. 31 мая УКБ уже открылось новое сосудистое отделение. Работа там уже идет полным ходом. Уже выполнено несколько операций, которые, если раньше выполнялись, то очень редко. И сейчас на полную мощность функционирует. Полностью на 100% отделение заполнено. И выполняется уже как раз уникальная операция, в том числе и на стыке специальности. Только за последнее время в больнице были сделаны уникальные операции мирового уровня. В одной из таких принимал участие нейрохирург Андрей Косолапов. Удаляется гигантскую опухоль почки с прорастанием аорты и метастазом в Л2 позвонок. Удаляется метастаз вместе с телом позвонка. И человек дальше проводит химию, терапию, лучевая терапия. То есть дальнейшее лечение обязательно проводится. Но это дает возможность человеку на выздоровление. Андрей хотел стать врачом с детства. В третьем классе ему подарили медицинскую книгу. С тех пор у него появилась мечта жизни. В профессии доктор около пяти лет сейчас у Андрея. Бывает порядка трех операций в неделю. Он уверен, врач должен подарить пациенту шанс на выздоровление. Сейчас Андрею 30 лет и у него по-прежнему есть мечта, к которой он стремится всеми силами. Самая большая мечта – это создать в Рязани нейрохирурги такого уровня, чтобы за ней заговорили. Хотя бы в нашей стране. Благородство профессии врача заключается в жертвенном служении своим пациентам. Надевая белый халат и произнося клятву Гиппократа, эти люди смыслом своей жизни делают заботу о здоровье других. В преддверии профессионального праздника лучшие представители профессии получили заслуженные награды. Получили благодарственные письма и СМИ, которые освещают работу больницы. Среди награжденных и наша телекомпания. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».